Лысковский физкультурно-оздоровительный комплекс Олимп на две недели стал пристанищем Нижегородской чайки. Знаменитый Макарьевский монастырь на противоположном берегу Волги из окон фока не виден, что может быть и к лучшему не отвлекает. Наставники разделили команду пополам. Пока одни нагружаются в тренажерки, другие занимаются на льду. Собственно, в Лыскове нижегородская молодежка к ледовой подготовке и приступила. Это отличительная черта второго сбора. Первый сбор в Нижнем Новгороде втягивающий был. Мы там тесты сдавали, на земле немного поработали. Здесь мы уже на лед вышли. Здесь идет общая физическая подготовка, закладывается базовый сезон. Занятия на льду, чертки ведутся, занятия не в зале. Ребята все стараются, желание большое, конечно. Но не все получается. По крайней мере, мы довольны, как ребята работают. В этом плане все нормально. Все условия здесь очень хорошие. Лед и поле футбольное, гостиница, где мы проживаем. Руководство здесь плохо делает все возможное, чтобы все пожелания наши выполняются. Поэтому я думаю, что сбор пройдет бедотворно. С тренировки некоторые возвращаются ползком. Это шутка, конечно. Такова участь звеньев, проигравших импровизированную двусторонку. И тем не менее, новичкам такие нагрузки непривычны. А что делать? Молодежный хоккей отличается от юношеского. И подготовка здесь идет по своим законам. Кто хочет пробиться в состав, стискивает зубы и старается соответствовать. Конечно, тяжелее нагрузки. Все-таки это юниорская лига, молодежная. Ребята повзроснее, сильнее, мощнее. Работа совершенно другая. Ну, в принципе, то же самое, все те же самые упражнения. Более-менее наш тренер нас готовил. Так что ничего серьезного. Все пацаны, я думаю, нашего года готовы были. Все справляются вроде с нагрузками. Так, конечно, тяжеловато первое время, первые тренировки. Но так сейчас войдем в ритм. Так все команды, все мальчишки, так как играют, все игроки. У всех команд сборы. Все готовятся к сезону. Надо выкладываться. Тогда будет результат. В Лыскове тренеры нагружают игроков по полной. Здесь закладывается база на сезон. Время тактических занятий еще не настало. Их очередь придет с возвращением команды в Нижний Новгород 21 июля. Владимир Широков, Торпеда ТВ.